Всем большой привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал. Я понимаю, что был такой большой перерыв в видеосъемке, я потом покажу и расскажу по какой причине, и расскажу из-за чего так произошло. В общем, пока что мы провожаем последний день осени и, наверное, я покажу вам такой блог, так скажем, где это все будет указано и рассказываем. В общем, соответственно, повседневная жизнь – блог. Так-так-так, подожди, какая повседневная жизнь и какой последний день осени? Я вообще имела в виду по поводу последнего дня тепла, который был в Москве, когда мы снимали этот ролик, и хотела показать и рассказать и снять влог, и, может быть, даже не влог, а хотя бы просто начать снимать, как когда-то это было у меня, причем хотя бы даже раз в неделю. Ну, как это было раньше. И поэтому мы вместе с моим другом поехали в Коломенское поснимать, пофоткаться. Ну, и сделать старт к каналу. В общем, смотрим. Всем привет! Давно не виделись. Меня зовут Наташа Гром. Но это друг для тех, кто забыл. И я очень рада видеть вас всех здесь, на своем канале. Вы тоже заметили, что у ютуберов в последнее время бывают какие-то такие большие перерывы? Я тоже заметила. И сама же влипла и наступила на эти грабли. Да даже у той же Кати Клэп был большой перерыв. Но у нее это как-то более, мне кажется, простительно. И, если честно, эти частые перерывы уже достали. Потому что мне не хватает съемок, как воздуха, наверное. И те, кто снимает каждый день, они понимают, о чем я говорю. Поэтому снова добро пожаловать, друзья. И это перезагрузка. Моя причина такого тормоза съемок – это я просто решила подработать. Причем подработать для того, чтобы улучшить контент, улучшить технику, которая снимает сейчас. Купить тот же самый новый объектив. Потому что мне этот объектив просто совершенно не устраивает. Ну и купить GoPro и новый компьютер. Но, как вы понимаете, все в жизни происходит не так, как мы хотим. Поэтому подработка просто захватила, так скажем. И у нее времени не было даже что-то отснимать. Я снимала какие-то маленькие куски, которые сейчас буду вам показывать. И выпала просто из жизни, ну, наверное, на полтора месяца. Где-то вот так. Меня удалило порядком 400 человек из YouTube. И порядка, наверное, 100 человек из ВКонтакта. Потому что я не писала ничего, ничего не публиковала, ни с кем не общалась. Очень долго отвечала на сообщения. И все подумали, что я не хочу общаться. Но никто почему-то не спрашивал, что случилось. Что происходит. И что за фигня вообще. Я просто решила поработать. Меня пригласили в компанию Rambler & Co. В ту самую компанию, в которой я хотела работать очень-очень давно. Это была моя такая мини-мечта. И пригласили меня участвовать в одном из видеопроектов, так скажем. Как раз таки то, что я люблю, то, что я умею и то, что у меня вообще по душе. Что из этого вышло, вы видели сами. Больше, по-моему, больше полутора месяцев не было видосов на канале. Из плюсов работы в Rambler было то, что постоянно крутились какие-то известные люди. Крутились видеоблогеры, которые приходили. Я видела одну из двух девчонок известных блогеров. Не скажу кого, вы прекрасно знаете. Она тоже приходила размещать свои ролики. И это было круто. Почему я там не размещаю на... Почему я там не размещаю? Потому что у меня нету 40 тысяч подписчиков. И у меня нет такого большого количества просмотров, чтобы можно было сотрудничать с Rambler. Как раз таки с этим видеопроектом. Если среди вас есть такие люди, которые готовы размещаться и собирать еще большую аудиторию, то, в принципе, вы можете обратиться в Rambler. И я думаю, сотрудничество будет вам в плюс. В моей работе все было бы замечательно и было очень много плюсов. Но возвращаться в 11 часов домой каждый день практически без выходных, это очень тяжело. И я не понимаю, когда школьники говорят, что им некогда снимать. Блин, ты приходишь в 3 часа. Ну, в 4, ладно. Ты можешь забить на уроке хотя бы раз в неделю. Тут ты не можешь забить ни одного раза в неделю, потому что у тебя нет школы. Ты, блин, просто влип вот в эту работу, потому что мне обещали до 7 вечера, то, что я буду заканчивать свой рабочий день. И, в принципе, я успевала бы написать что-то дома. Но нет, я приезжала домой в 11. И поэтому, школьники, не надо, пожалуйста, ничего говорить, то, что вы не успеваете. Вот когда реально не успеваешь, это вот так вот, как у меня было, когда... Твою же мать. Ну, как обычно, Наташа решилась на уроке снимать ролики для Ютуба. Такое ощущение, что перед деревьем. Вы это слышите? О. О! И вот ты возвращаешься в 11 часов дома, когда снимать ролики, когда... Все против меня. Все против. Просто... Вот в чем большие плюсы снимать ночью, что нету такого говна, который сейчас там за окном. Это... Это по ощущениям, что пилят дерево, да. Какое-то очень большое дерево. Вообще не круто. Все? Поехали дальше. Проходит вторая неделя, третья неделя, видео нет, 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 и канал просто встал. И... Я понимаю то, что люди отписались, я понимаю то, что нужно выкладывать ролики чаще, но это была просто полнейшая жопа, я вам серьезно говорю. Это просто боль, грусть, печаль. Я бы никогда не думала, что такое будет со мной, то, что я реально люблю, то, что я реально готова делать сутками. У меня просто не было возможности отснять. Мне кажется, дрель это уже просто классика у всех видеоблогеров, которые снимают дома. Вот эти посторонние шумы, это просто трешак на самом деле, и я никогда не подумала, что в 4 вечера на улице будут заниматься какую-то херню, если честно. Но это ладно. Welcome back на YouTube. И ведь главное, по батареи не постучишь и не скажешь, типа, какого хрена звуки такие. Но если честно, мне нравился Рамблер. Крепкий вкусный кофе по утрам, какие-то безумные люди, у всех какая-то движуха, съемки, постоянно новости, 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 которые нужно было опубликовывать. То есть это было интересно. Новости, причем... Причем новости были в видеоформате, что было еще интересней. То есть ты все время отсматриваешь, осматриваешь, ты целый день... Еще был жуткий попугай, который орал постоянно, каждый, каждый день. Просто это было невозможно. Я очень люблю птиц, но этот попугай просто выносил мозг настолько сильно. И у меня создалось ощущение, что я сидела просто в зоопарке, потому что в другом отделе жили хомячки. Но это отдельная вообще история, и я не хочу об этом рассказывать. Хотя, с другой стороны, мне абсолютно не стыдно, если это видео сейчас посмотрят с компанией. Они очень часто смотрят YouTube, они просто живут этими видосами. Мне абсолютно не стыдно, если они это увидят, потому что... Какая-то часть работы мне очень нравилась, но вот эти вот... Вот это вот... Вот это вот... То, что ты приходил в 11 часов домой, у тебя был нереальный загруз. Это жесть, серьезно. Это реально жесть. Если вы хотите работать в медиа-структурах, у вас, мне кажется, не должно быть хобби, на которое вы должны тратить огромное количество времени. И вы будете полностью посвящать время работе. Это не подработка. Тут нет такого. Хотя очень бы хотелось, чтобы ты такой пришел, подзаработал денег, купил что-нибудь для съемки для своей, но это не так. Так не будет, понимаете? И я это осознала уже на второй неделе, когда я думала, ну ладно, первую неделю мы запускаем проект, как бы, да, там, ну, это прикольно, как бы... Думаешь, ну на второй неделе точно снимешь видос, точно зальешь его на YouTube, там люди посмотрят, потом будет еще видос, но такого не будет. Потому что просто тупо нет времени, вообще нет времени. И это очень, на самом деле, печальный факт, потому что я полгода снимала видео, полгода вкладывала душу в этот канал, и потом произошла вот такая вот жопа, вот реально жопа. Но, как говорится, о работе как о покойнике, либо ничего, либо хорошо. Поэтому я бы хотела эту тему хотя бы завершить на немного. Вот расскажи мне, у тебя есть мечта? Есть ли у тебя то, ради чего ты просыпаешься каждое утро, и куда-то стремишься, идешь, бежишь, опаздываешь, ну не знаю, все что угодно. А стоит ли это на самом деле? Ты когда-нибудь задумывался об этом, и стоит ли вообще игра свеч? Ведь потому что порой мы сами не знаем, чего хотим, а толку. Мы напрягаем всех, напрягаем себя, напрягаем людей, учимся, работаем, зарабатываем, и когда достигаем чего-то такого, что очень долго к этому стремились, иногда бывает такой момент, что галочку там поставили, а вот сердце там ему спросили, надо было это делать? Думал ли ты об этом раньше? Вообще, для чего ты стремился к этому? Лучше так, что у меня остались видео, которые не опубликованы, их в районе 10 штук, они даже есть летние, и я пока же думаю, как их можно, куда их можно примастырить, потому что не хочется, чтобы пропадал контент, потому что я пыталась, я находила, пыталась на те время, чтобы отснять, показать вам, и, соответственно, ну, и просто делать для себя, потому что я снимаю, потому что мне по кайфу. А ролики там были очень крутые, например, вечеринка, ну, вечеринка-катерея очень-очень-очень большая. Или Red Bull Fluctang, вообще длинная тема, вообще просто потрясающий день, и это было, по-моему, начало августа, если я не ошибаюсь. Это был солнечный, замечательный день, и это очень круто, спасибо вам большое. Небольшая поездка на дачу, которую я планировала показать до Сугроба. Кстати, у нас сейчас идет снег. А также были тусовки с некоторых фестивалей и другие прикольные ништяки. Сегодня, я думаю, этого и хватит. Спасибо тем, кто оставался со мной до этого времени, и спасибо тем, кто отписался. Это Наташа Гром. Перезагрузка. Пока.